Независимо от индивидуальных обычаев или образа жизни, все разрушители ненавидели зеленые чащи. Разрушителям противостояли генезотавры и другая растительная жизнь. Эти существа стали известны как изначальные и вели свою родословную от спора горы. Подобно разрушителям, большинство изначальных появилось после гибели Батаана. Бесчисленные количества спор высвободились из трупа гиганта и поселились чаще. Споры ослабляли существа с камня. Но на растения производили противоположный эффект. Они наделяли сознанием уже существующие формы растений. Джунгли вздрогнули, когда эти новые существа обрели форму. Некоторые из них, названные стручлингами и спорлингами, были маленькими и довольно примитивными. Самой разумной и многочисленной стала новая раса, известная как Батани. Покрытые корой Батани распространились по диким местам Дренора. В их разуме сохранилось расплывчатое воспоминание о вечно растущих. Но они не знали всей правды о спорах горах или их сражениях с Грондом и Колоссами. Тем не менее, даже крупицы оказали влияние на культуру Батани. Они почитали гени Зотавров как богов, видя в них отголоски величественных спор о горах. Батани также отвергали идею о личных интересах. Веря, что их индивидуальные души – лишь часть коллективного духа, связывающего воедино всю растительную жизнь на Дреноре. Наряду с гени Зотаврами и другими растительными существами Батани посвятили себя защите лесных земель, что неизбежно привело их к столкновению с разрушителями. В течение многих лет отдельные сражения вспыхивали между этими фракциями, но ни одна из сторон не могла уничтожить другую. Благодаря их бесконечному конфликту постепенно создавалась граница нового мира и на Дреноре установилась равновесие. Со временем разрушители взяли под контроль такие земли, как Горгранд, Хребет Ледяного Огня, Награнд и Арак. В то время, как изначально обосновались Дебряхтаанских джунглей, Зангорском море, Фаралоне, Долине Призрачной Луны и Таладоре. Останки колоссов. Легенды гласят, что небольшая горстка колоссов выжила в битве с батаанами. Они также подверглись воздействию спор, который заполонили весь мир. По прошествии тысячелетий их тела уменьшились и покрылись плотью. Когда позднее смертные цивилизации пришли к власти на Дреноре, эти колоссы давно умерли. Орки обнаружили их кости и создали из них оружие, жилища и украшения. Они верили, что останки гигантов обладают силой. Боги Арака. Дух жизни, что пропитывал доисторический Дренор, породил многие виды животных. Почти все они были уничтожены вечно растущими спорогарами. Со смертью вечно растущих животные получили шанс снова обосноваться в этом мире. Разнообразные останки батаана создали леса, наделенные духом жизни. Эти энергии изменили землю и искорили развитие новых видов. Первые появившиеся создания были огромными и обладали необычайной силой над землей. Некоторые из них имели склонность к магии природы, которую освоили батаане и другие изначальные. Другие питались энергией элементарий Дренора. Остальные проникли сквозь завесу реальности и прикоснулись к силам света и тьмы, проникающим в мир из космоса. Несмотря на значительные силы, гигантским животным Дренора пришлось вести сложнейшую борьбу за выживание. Батаане выслеживали их, чтобы использовать в качестве удобрения для своих лесов или заразить их плесенью, которая превращала животных в слуг изначальных. В других местах Гроны и Агроны охотились на них ради забавы. Лучше всего удавалось выживать в этом безжалостном мире крылатым созданием, которые парили над землей в недосягаемости изначальных разрушителей. Араки. Основная часть птичьей расы обосновалась в Араке. Массивные каменные шпили возвышались над густыми зарослями и приближенными лесами. Там и появились три богоподобных создания. Величественная огненная птица Рухмар, ужасный злобный змей Сете и хитрый ворон Анзу. Каждое из этих животных было по-своему могущественно. Дух Рухмар прикоснулся к первобытной силе света. Связь с этой энергией позволяла ей вызывать зачарованное пламя, которое могло как истребить жизнь, так и даровать ее. Раскаленный до бела огонь постоянно пульсировал над ее красно-оранжевыми крыльями, но никогда не опалял птицу. Крылья Сете были маленькими и кожистыми. И он не мог летать столь высоко, как Рухмар. Он был близок с теневой энергией. Анзу был меньше Рухмары Сете. Свой недостаток физической силы он восполнял острым умом. С недаемым вечным любопытством Анзу исследовал магические силовые линии, которые пересекали мир и обнаружил тайную магию. В течение многих лет третьих существа держались особняком. Они влачили существование в Араке, постоянно отражая нападения изначальных разрушителей. Лишь Анзу мечтал о лучшем будущем для себя и своих собратьев. Он призвал Рухмары Сете к сотрудничеству, дабы превратить Арак в святилище для всех птиц. Почему они должны жить под гнетом таких примитивных существ, как изначальные разрушители, когда сами могут управлять этой землей? Вместе Анзу и его новые союзники вытеснили детей камня и корней из Арака. С уходом разрушителей изначальных это место превратилось в пристанище для всех крылатых созданий. Рухмар, Сете и Анзу поселились здесь в качестве хранителей земли и ее обитателей. Рухмар обладала тесной связью с самыми красивыми птицами – калери. Она относилась к ним, как собственным детям. Они проводили большую часть своего времени на вершине Арака, купаясь в теплых лучах солнца. Благородство Рухмар могло сравниться только с ее высокомерием. Она считала себя воплощением изящества и красоты среди всех существ мира. Ее когти никогда не касались земли. И она считала создания обитавших в лесах вокруг них недостойными. Анзу следил за множеством маленьких воронов, которые обитали на территории Арака. Он часто посещал лесные пологи, находящиеся ниже пика. Сете правил небольшими крылатыми змеями и жил с ними в тенистых уголках и укромных расщелинах Арака. Он не относился к своим преследователям с тем уважением, которое Анзу оказывал своим воронам. Сете был жестоким и требовательным повелителем. Казалось, в Араке все было прекрасно, но тьма сгущалась над пиком. Проклятие Сете. По прошествии нескольких лет Сете начал завидовать Рухмар. Его крылья не были столь величественны, и он не мог как она парить в облаках. Сете едва мог добраться до вершины пика. Он был обречен вести существование в тени Рухмар. Такую судьбу змей не мог принять. Сете мечтал сразить Рухмар и забрать себе ее силы, но знал, что не справится в одиночку. В конце концов он пришел к Анзу и попросил о помощи. Когда они победят Рухмар, то смогут воспарить на вершину мира. Они смогут править Араком, словно короли-близнецы. Сете считал, что Анзу также завидовал силе Рухмар. Ведь огнекрылое смотрело на Ворона с таким же пренебрежением, как и на остальных жителей Низины. Но Сете ошибался. Анзу не испытывал к ней ненависти. Он ее обожал. Ворон давно питал тайную слабость к огненной птице, но так и не набрался храбрости признаться ей в своих чувствах. Он знал, что Рухмар никогда не признает его равным. Анзу предупредил ее о намерении Сете. Ворон и огнекрылое заключили союз против крылатого змея. В день, когда Сете начал атаку, Рухмар была готова. Она поглотила Сете пламенем своего гнева и сожгла дотла его крылья. Когда змей упал на землю, Анзу напал на него и вцепился ему в глаза. На последнем издыхании Сете поклялся отомстить Рухмар и Анзу. Он сплел страшное проклятие своей плоти и крови, которое истекло из его тела и пропитало землю вокруг. Опасаясь, что проклятие уничтожит Арак, Анзу целиком проглотил Сета и запер темную энергию крылатого змея внутри себя. Мучительная боль охватила Ворона, когда проклятие скрутило его тело и душу. Тело Ворона усохло и исказилось, он потерял возможность летать. Хотя Анзу заплатил ужасную цену, ему удалось сдержать проклятие. Утекла лишь небольшая часть крови Сете. Она извратила место, где упал крылатый змей, но дальше не распространилась. Эта тенистая область в будущем станет известна как Сетекская низина. Анзу не мог предстать в таком виде перед Рухмар. Если она раньше считала его достойным, то теперь испытала бы лишь отвращение, увидев приобретенные ему вечи. Он исчез в глубине лесов, не обращая внимания на попытки Рухмар найти его. Хотя проклятие Сете ослабило Анзу. Оно наделило его новой силой. Поглотив крылатого змея, он обрел возможность управлять магией тьмы. Осваивая новые способности, Ворон погружался в царство теней, стремясь навсегда скрыться от Рухмара. После долгих бесполезных поисков та сдалась. Благородная жертва Анзу смирила высокомерие птицы, но она была в ужасе от того, как проклятие омрачило ее дом. Рухмар поднялась в небеса, оставила Аракоп и поселилась на самой вершине Горгранда. Рухмар решила, что если не может найти Анзу, чтобы отблагодарить его, то почтить жертву Ворона, создав новую расу в его честь. Угнекрыло использовало часть своей жизненной энергии, чтобы превратить нескольких калирий в крылатых созданий, получивших имя Аракуа или наследники Арака. Они воплощали в себе физическую грацию величию Рухмар, а также интеллект и одаренность Анзу. Рухмар надеялась, что однажды Аракуа вернутся в Арак, но не сейчас. Проклятие Сеты все еще действовало и Огнекрыло не хотело, чтобы ее дети пострадали от него. Она решила, что приведет их в очередь дом только тогда, когда они окрепнут как расы и обретут мудрость. Она лишь опасалась, что не проживет достаточно долго для исполнения своего замысла. Рухмар использовала большую часть своей жизненной энергии на создание Аракуа. Она никогда не станет столь могущественна, как прежде. Огнекрылое знало, что в конце концов состарится и покинет этот мир. Прежде чем это произойдет, она решила помочь Аракуа создать свою культуру и направлять их в этом нелегком деле. Рассвет Апекситов. 3000 лет до Темного портала. На протяжении многих поколений Рухмар издалека наблюдала за развитием Аракуа. Время от времени она вступала в контакт с еще не оперившейся расой. Рассказывала история об Араке. Злодеяния Ксеты и благородстве Анзум. Рухмар также обучала Аракуа элементарным навыкам управления светом. Те были способными учениками. Они освоили владение светом и стали искусными целителями и провидцами. Многие из их примитивных обычаев вращались вокруг поклонения Рухмар. Они почитали ее как богиню солнца, которая считали источником магии света. Аракуа недовольствовались лишь использованием сил света. Благодаря учению Рухмара они почитали также Анзум. Многие Аракуа обнаружили тайную магию и стали исключительными колдунами. Аракуа процветали, но жизненные силы покидали Рухмар. Она побеседовала со своими детьми в последний раз и призвала их вернуть себе Арак. Рухмар встала на крыло и полетела на юг. Аракуа последовали за ней. Когда они достигли Арака, огнекрыло и спустило свой последний вздох. Пламя поглотило ее тело и она вспыхнула в небе, подобно второму солнцу. Аракуа приняли смерть Рухмар в знак своего господства в этих землях. Они поклялись создать в Араке великую цивилизацию в честь своей богини. Такую, что затмит все остальные культуры на Дреноре. Свет их знаний и силы будет пылать в небесах, подобно Рухмар. Прозвав себя Апекситами, Аракуа принялись осваивать самые высокие пределы Арака. Они собирали древесину в окрестных лесах и добывали металл из ближайших гор. Они возводили огромные золотые сооружения вокруг своего быстро разрастающего нового дома. Используя мастеров магии света, Апекситы создали огромные фонари зачарованным огнем и развесили их вдоль всего пика. Руководствуясь мистическими рассказами о Банзу и его благородной жертве, колдуны Аракуа исследовали Сетекскую низину. Они тщательно изучили источник проклятой энергии, разгадали тайны темной магии, разработали уникальный способ, позволяющий сочетать их тайные знания с темными силами, обнаруженными в Сетекской низине. Апекситы использовали как свет, так и тьму, веря, что эти силы являются естественными составляющими жизни. Образовалось две фракции, каждая из которых специализировалась на противоположной силе. Орден Анхар изучал искусство владения святой магией. Орден Скалакс посвятил себе изучению теней тайной магии. Обе группы заняли господствующее положение в обществе апекситов, в равной степени разделяя авторитет и влияние. Когда Аракуа укрепились на Араке, они начали исследовать мир вокруг. Их не прельщал захват земель, но они были весьма любопытны и создали заставы по всему Дреноро. Чтобы наблюдать за местной флорой и фауной, Аракуа изучали леса и их формы, составили карты великих горных цепей, что пересекали мир. В ужасе они осознали, что большинство этих мест были останками древних существ, некогда населявших Дреноро. Основываясь на историях рассказанных Рухмар, аспекситы знали, что изначальные разрушители были потомками первобытных гигантов. Аракуа наблюдали за их бесконечной войной, в равной степени испытывая восхищение и сострадание, но никогда не вмешиваясь. Они были детьми Рухмар и унаследовали часть ее высокомерия. Принимать участие в жизни обитателей Земли было ниже достоинства апекситов. Вестники вечно растущих. Две тысячи лет до темного портала. Появление Аракуа не осталось незамеченным для остальных жителей Дренора. Недалеко от Арака леса Таладора кишили изначальными. Самым могущественным из них был древний Гнарлгар. Подобно Рухмару и ее сородичам, это живое дерево с высоким интеллектом появилось после уничтожения Боатана. Гнарлгар обладал такой же властью над магией природы, как и дух жизни, который пронизывал все леса на Дреноре. Знания Гнарлгара о минувших днях были просто огромны. От гнезотавров древень узнала вечно растущих. Спор о горах и едином сознании, что объединяло все растения мира. В течение тысячелетий Гнарлгар бродил по миру на своих опылетенных корнями ногах. Древень использовал магию, чтобы наделить силой других изначальных в их войне с разрушителями. Он также оттачивал свои способности и учился влиять на сознание сородичей. Вскоре древень мог манипулировать другими изначальными и управлять их действиями. Гнарлгар считал Ботани самыми многообещающими из всех изначальных того мира и полагал, что если их вырастить определенным образом, то они станут невероятно могущественной силой. Гнарлгар стал хранителем Ботани, совершенствуя их культуру. Древень рассказал им правду о спорах горах, убеждая, что они смогут вернуть вечно растущим их былую славу. И хотя Ботани расселились по всему Дренору, те, что жили в Таладоре, были самыми многочисленными и развитыми. Они стали сердцем культуры своей расы. Гнарлгар обучал Ботани и Таладора уникальным способом управления магией природы. Они создавали источники мощнейшей природной энергии, которые использовали для перенаправления духов падших гензотавров в новые тела. В то время как Ботани сосредоточили свое внимание на борьбе с разрушителями, Гнарлгару стало известно об эпекситах. Их цивилизация была оскорблением самой природы, чем-то искусственным, что не принадлежало этому миру. Что еще хуже, Аракуа скверняли земли и вырубали целые леса, чтобы построить свои неестественные золотые храмы и города. Гнарлгар понял, что Аракуа куда опаснее, чем разрушители. Их опустошительная магия могла сжечь природу Датла или затопить ее теневой энергией. Гнарлгар верил, что если Аракуа не остановить, они покорят весь Дренор. Древень не мог позволить этому случиться. Он покинул Таладор в поисках чего-то из минувших дней. Чего-то, что могло послужить оружием против апекситов. Со временем Гнарлгар наткнулся на огромную каменевшую корень. Один из нескольких нетронутых останков ботана, который еще сохранился в мире. После возвращения в Таладор, Древень собрал ботани и провозгласил, чтобы вернуть вечно растущих, сперва необходимо уничтожить богохульную империю апекситов. Затем Древень показал корень, который ему удалось обнаружить. Гнарлгар поведал ботане, что они смогут вырастить новую спор гору, и она станет величественнее всех, что были до нее. Чудовищное создание возглавит армию ботани и сбросит апекситов с их вершины. Гнарлгар посадил корень глубоко в Таладоре и начал великий ритуал, чтобы насытить его. Тысячи ботани добровольно принесли себя в жертву, а Древень направил их души прямо в корень. Из земли медленно пробивались побеги и ветки, которые вырастая сплетались в холм из тернистых зарослей и кожистых листьев. Гнарлгар нарек расцветающую спор о гору Таалой. Пока Таала обретал тело, изначальные готовились к войне. Ботани пробуждали новых генезотавров из родильных источников. Агнарлгар направил дух жизни в лес, наделив тысячи деревьев разумом и волей. Они стали известны как Рива Стволы. Сами выкорчевывали себя из земли и пришли в движение так же, как и их создатель. Гнарлгар велел им выступить в авангарде созданной им армии, зачаровав их стволы и ветки так, чтобы те отражали пламя и темные проклятия Ракуа. Десятки тысяч изначальных, пульсирующих от магии природы и сияющих броней и шипов, собрались в Таладоре. Там они принялись ждать пробуждения Таал. Рождение Таал. Поначалу апекситы не обращали внимания на волнение в Таладоре, веря, что это лишь очередное проявление бесконечной войны между изначальными разрушителями. Но вскоре леса на границах Арака стали сгущаться. Лозы подступали к пику. Из семян с поразительной скоростью прорастали сотни новых деревьев. Когда заросли начали посягать на пик, члены Ордена Анхар и Скалакс отправились исследовать Таладор. Многие из их разведчиков исчезли. Те, кому удалось вернуться, принесли ужасные вести. Деревья жевали. Тысячи ботаний и генезотавров готовились к сражению. Но самым тревожащим открытием стало огромное существо, зарождающееся в центре Таладора. Разведчики Аракуа доложили, что оно было намного больше генезотавров. Апекситы знали вечно растущих и опасались, что это новое существо могло быть одним из гигантов, которые создали этот мир в далекие времена. Если подобное существо пробудется, оно уничтожит Аракуа и принесет опустошение на Дренор. Лидеры Анхары Скалакс были вынуждены действовать. От этого зависело выживание их расы. Оба Ордена мобилизовали Апекситов и поспешили сформировать армию вторжения. Жрецы Аннахары, колдуны Скалакс составили основу военных сил Аракуа. Они атаковали Таладор с небес. Под руководством Орденов Аракуа не обращали внимание на изначальных, встретившихся им на пути, и сосредоточились на уничтожении чудовища глубоко в лесу. Армия Апекситов спустилась с темной глубины Таладора. Чтобы найти Таалуа, между Аракуа и изначальными разгрозилась жестокая битва. Жрецы Анхар прокладывали пути через лесные дебри с помощью клинков зачарованного пламени. А колдуны Скалакс ослабляли врагов проклятиями. Несмотря на все свои усилия, Аракуа не смогли сломить изначальных. Гнарлгар вошел в транс, позволивший Древню прикоснуться к осознанию всех изначальных и координировать их действия. Каждая лоза и корень сражались против Апекситов. Изначальные работали слаженно, оттесняя Аракуа и загоняя их обратно в небеса. Поражение шокировало ордены Анхар и Скалакс. Почти половина их сил пала в битве. Аракуа было необходимо найти средства для уничтожения изначальных. Орден Анхар предложил решение. Его жрецы изобрели новое хитроумное оружие, которое назвали Дыханием Рухмар. Этот механизм направлял энергию солнца и позволял Аракуа владеть невероятной разрушительной силой. Мастера Анхар начали его строительство на самой высокой точке пика. Тем временем Гнарлгар ускорил созревание Таалы. Древень знал, что пришло время атаковать Аракуа, прежде чем они смогут перегруппироваться и укрепить оборону. Гнарлгар приказал многим ботане пожертвовать собой и направить их души в спору горы. Наконец Таала созрел. Гигантские ветви расправились, и спора гора поднялась во весь свой немалый рост, возвышаясь над лесным пологом. Покрытое шипами чудовище сделало первый шаг, и лес задрожал благоговея. Гнарлгар снова вошел в транс, коснувшись разума Таалы и других изначальных. По команде Древня они двинулись к пику. Дыхание Рухмар. Апекситы наблюдали за медленным приближением изначальных и вырисовывающимся на горизонте Таалы. Оружие Анхар было еще не готово, и они опасались, что не успеют закончить его до того, как враги настигнут пика. Аракуа были причины. Небольшая группа храбрых колдунов Скалакс не желала сдаваться. Они добровольно встали на пути изначальных и дали союзникам Анхара время, необходимое для завершения дыхания Рухмара. Во время битвы на Таладоре эти колдуны обнаружили Гнарлгара и узнали о его способности руководить действиями других существ. И если бы они смогли уничтожить лидера изначальных, то им удалось бы нанести серьезный удар по врагу. Скалакс охутали себя тенями, желая ускользнуть от приближающейся армии изначальных. Они добрались до Таладора и невидимые принялись обыскивать лес, пока не обнаружили Гнарлгара. Но тот почувствовал их присутствие. Разгневанный древень вышел из транса и быстро расправился с членами Ордена. Но колдуны успели направить свои темные силы против существа. Проклятие охватило Гнарлгара. Ползучая гниль окутала корни и ветки древня. Он превратился в высушенную, почерневшую оболочку и рухнул рядом с телом своих убийц. Смерть Гнарлгара разрушила единство изначально. Сметение охватило Таалу и его сородичей. Изначальные ненадолго остановились у границ Арака, прежде чем продолжить свой путь. Уничтожение Гнарлгара лишь задержало их, но этого было достаточно, чтобы жрецы Арака закончили свою работу. Как только Таала достиг пика, Анхар привели в действие свое оружие. Ужасная дрожь сотрясла Арак. Как только нистовая энергия наполнила дыхание Рухмар, луч раскаленного добела огня вырвался из механизма и пронзил грудь Таалу. Оружие Анхар разорвало спор гору на куски, оставив лишь уголь и пепел. Затем Анхар обратил свой гнев против оставшихся изначальных. Дыхание Рухмар разрезало на части ботани. Криво стволов и генизотавров, сжигая целые тысячи в мгновение ока. Несколько выживших в ужасе отступили назад в Таладор. Анхар не ведали пощады. Они поразили беглецов пламенем и испепелили леса, окружившие Арак. После того, как Арако прекратили атаку, почерневшая земля и тлеющие корни тянулись от пика до самого горизонта. Победа Апекситов навсегда ослабила силы природы, и Вечно Растущие никогда больше не возродятся ни в одной из форм. На Дреноре наступил золотой век смертных цивилизаций. Падение Апекситов. 1200 лет до Темного Портала. Спустя столетия после победы над возродившимися вечно растущими, государство Аспекситов превратилось в целую империю. Их численность значительно увеличилась. Высокоразвитые Арако считали себя самой могущественной силой в мире. Силой, с которой не справятся даже самые громадные из изначальных. Зная, что ничего не угрожает их существованию, Апекситы посвятили себя излучению науки и магии. Знания были самым востребованным ресурсом в их культуре. Ордены Анхары Скалокс стали хранителями мудрости. В их обязанности входило записывать историю, изучать магию, собирать сведения о мире и его различных обитателях. Апекситы не стали доверять все фолиантам и свиткам, а вместо них придумали нечто особенное. Жрецы Анхары, колдуны Скалокс объединили свою магию и создали кристаллическое устройство для хранения полученных знаний. Просто прикоснувшись к одному из таких кристаллов, любой Арако мог получить всю содержавшуюся в нем мудрость. Они могли даже ощутить воспоминания того, кто создал это устройство. Апекситы использовали магию для создания механических конструкций, которые могли выполнять их приказы. Арако всегда были высокомерны, а после победы над Таалой это лишь усилилось. Они считали всех, кто ходил по поверхности Дренора нечистыми и использовали свои искусственные устройства, чтобы добывать металл и ресурсы из земли. Религия также определяла повседневную жизнь Апекситов. Жрецы Анхар построили сверкающий солнечный храм вокруг орудия, которое уничтожало Таалу. Сотня Арако каждый год собирались на этом месте, чтобы отпраздновать победу в войне и почтить Румхар. Другие Арако посещали святыни, высеченные у подножья горы рядом с пиком. Там колдуны Скалакс совершали ритуалы в честь бога ворона Анзу и его древней жертвы. Казалось бы, культура Апекситов и дальше могла процветать, но этому было не суждено случиться. Между орденами Анхар и Скалакс разгорелось ожесточенное соперничество. Когда они стали искать поддержки растущего населения, Анхар знали, что для захвата власти над своей расой им нужен контроль над знаниями. Лидер ордена, лорд Шрец Веллиг, велел своим последователям собрать столько кристаллов Апекситов, сколько смогут. Так продолжалось несколько лет. Анхар втайне копили кристаллы и хранили их в своем солнечном храме на вершине пика. В конце концов, орден Скалакса и его лидер, лорд колдун Салавас, узнали о том, что происходит. Они верили, что знания – это основное право всех Аракуа, доступное каждому члену их расы. Салавас призвал немедленно вынести кристаллы из солнечного храма. Велтрик проигнорировал требования. Он объявил Анхар единственными правителями Апекситов. Теперь только его орден будет решать, получить кристаллы их знания. Кроме того, Велтрик утверждал, что он и Анхар были живыми потомками самой Рухмар. Поэтому следование учениям ордена – это единственно верный путь получить благословение богини солнца. Салавас был проницательным Аракуа и предвидел, что произойдет с его орденом, если они не станут действовать. Скалакс станут изгоями в обществе и постепенно потеряют все свое влияние. Лорд-колдун собрал своих последователей и атаковал солнечный храм, пришив, что если Анхар не поделится кристаллами Апекситов, Скалакс заберут их силой. У ворот храма разразилось чудовищное сражение между двумя орденами. Оно быстро перешло на нижние уровни пика. Некоторые Аракуа стали на сторону Анхар, другие на сторону Скалакс. Через несколько месяцев гражданская война охватила каждый уголок цивилизации Апекситов. Чтобы переломить исход конфликта, Анхар зарядил дыхание Рухмар. Они зажгли огромное оружие и приготовились испепелить Скалакс и их последователей. Салаваз знал, что им было нечего противопоставить дыханию Рухмар, но сдаваться не собирался. Он повел самых одаренных колдунов на вершину пика. Они прорвались через стражи Анхара и достигли дыхания Рухмар, пока Анхар пытались убить захватчиков. Салаваз плел заклинание, чтобы дестабилизировать дыхание Рухмар. Оно сработало, но результат оказался катастрофическим. Неистовый взрыв вырвался из механизма. В мгновение Ока уничтожил большую часть Аракуа, находящихся на пике, сотряс землю. После того, как свет от вспышки погас, все погрузилось во тьму. Взрыв расколол единый пик Аракана бесчисленное множество небольших каменных башен. Окрестности превратились в безжизненные пустоши. Со временем они станут известны как пики Арака. Лишь спустя несколько поколений здесь снова расцветет жизнь, а выжившим Аракуа понадобится еще больше времени, чтобы отправиться от случившегося. Общество апекситов погибло, но из его пепла возникнет новая культура. Возрождение Рухмар Во время расцвета аспекситов небольшая группа жрецов Анхар искала останки Рухмар. Они обнаружили обугленные кости неналеко от шпиля и решили с помощью магии воскресить великую птицу. Анхар преуспели. Но лишь частично. Новая Рухмар оказалась лишь отголоском силы интеллекта и истинного божества. Тем не менее, аспекситы поклонялись ей как возродившейся богине. Анхар, наделили ее силами света, чтобы огнекрылая могла парить в небе на протяжении многих тысячелетий.